Здравствуйте! Сегодня завершающее занятие нашего курса, которое мы построим как пример описания и анализа картины. Мы возьмем произведение из собрания Государственного Эрмитажа и проанализируем его на основании тех параметров и знаний, которые были получены в течение этого курса. Рассмотрим мы работу художника Николя Пуссена «Танкрет и Эрминия», работа, которая была создана в 1631 году. Конечно, это произведение неоднократно становилось предметом изучения и в обобщающих исследованиях, и в отдельных статьях, в отдельных публикациях. Здесь нужно отметить брошюру Веры Герц, это сотрудник Государственного Эрмитажа, которая в середине 20-го столетия провела глубокий подробный анализ. И опираться мы будем на методику, которая находится в трудах авторов, которых мы называли в самом начале. Это в первую очередь Сергей Даниэль, это Павел Флоренский. И с точки зрения характеристики стилевых особенностей и характеристики художественно-исторической эпохи тоже будем основываться на трудах представителей Ленинградской и Петербургской школы искусствознания. Это Ильина и другие. И начнем мы традиционно с описания сюжета картины. Сюжет был взят из поэмы Тарквата Тасса «Освобожденный Иерусалим». Это итальянский автор, автор 16-го столетия. Скажем несколько слов о содержании этого произведения. В поэме сложный сюжет, достаточно любовно-авантюрный, он разыгрывается на фоне борьбы рыцарей-крестоносцев с сарацинами, то есть с неверными за господство над Иерусалимом и Палестиной. Задача, которую ставили перед собой рыцари, это освобождение гроба Господня. Это определило религиозно-мистический характер поэмы, тем не менее в ней содержится большое количество описаний земного мира, человеческих чувств, переживаний. А автор он воспевает природу и лучшие качества человека, такие как мужество, стойкость, преданность, готовность подчинить свое личное общему делу. И это значимо, потому что для художественной эстетической системы классицизма, в рамках которой создается это полотно, эти качества являются определяющими. И, таким образом, поэма имеет два пласта – реальный и фантастический. Это определило популярность данного сюжета у других художников и в XVII столетии, и в последующие века. Не только Николай Пуссен обращается к этой теме, можно назвать такие произведения, как Ринальдо и Армида Антонио Савандейко, или, например, произведение Джованни Батиста Тьеппола или Франсуа Буше. То есть не только указанный автор обращается к интерпретации данной поэмы и не только данный сюжет. Теперь скажем несколько слов про образ основных действующих лиц, которые представлены на полотне. В первую очередь, это образ Ирминии. Ирминия была мусульманкой. Она была дочерью владыки Антиохии Кассана. Она становится пленницей рыцаря Танкреды, который побеждает ее отца. Но Танкред проявляет истинно рыцарские качества. Он оказывает своей пленнице соответствующую ее положению почести. Она была очарована его благородством. В дальнейшем Танкред освобождает ее. Однако с этого момента сердце девушки было в неволе. Ирминия страстно тоскует о Танкреде и просит одного из персонажей поэмы забрать ее с собой в лагерь Танкреда. По дороге в осажденный крестоносцами Иерусалим они находят Танкреда, который весь в ранах, потому что только что состоялся его поединок. Поединок с черкесом Арагантом. И таким образом вот эта драматическая сцена, она и становится тем сюжетом, который интерпретирует автор. Мы видим Эрминию и Вафрина, которые оказывают помощь Танкреду. На заднем плане мы видим тело убитого им Араганта. И можно вспомнить фрагменты из поэмы. Он истомлен, и влаги слишком мало осталось в нем, то видно по всему. Но здесь, в пустыне, кроме покрывала, ей нечем рано повязать ему. Любовь ей тотчас перевязь достала, внушила нежный замысел уму. Волну волос она срезает смело и волосами повивает тело. Мы видим, как Эрминия отсекает свои волосы мечом, и это сюжетный, психофизиологический и композиционный центр картины. Поэтому весь строй работы подчинен лиричному образу, образу Эрминии, и Пуссен создает нужное впечатление. Он одновременно передает страсть и нежность. Если говорить о средствах выразительности, то, конечно, вот те качества, которые мы назвали, они создаются в первую очередь за счет колористического решения. Это сочетание теплых и холодных тонов. Мы видим разбеленные краски и глубокие чистые тона. Свет – это темно-голубой тон неба, который сочетается с золотистым сиянием зари, усиливает ощущение контраста. И вот контрастные цвета, которые мы с вами называли в той лекции, когда разбирали особенности колорита. То есть оранжевый и синий, фиолетовый и желтый – это вот контрастные цвета, которые усиливают звучание друг друга. И яркие акценты – это красный плащ Танкреда, голубая туника Эрминии и белые акценты – это излюбленное цветовое сочетание, которое применяется мастерами в эпоху моноклассицизма в XVII столетии. От цветы красного, голубого и желтого на доспехах, которые мы с вами видим на полотне, они формируют общий колористический строй, то есть создается цветовое единство. Отметим, что картина написана на крупнозернистом холсте. Холст покрыт тонким слоем красок, поэтому шероховатая поверхность приобретает под воздействием света повышенную интенсивность красочной игры. На красно-коричневый грунт положены прозрачные краски, тона просвечивают, и картина приобретает такое трепетное мерцание, которое позволяет передать то время суток, в которое происходит действие. Следующее средство выразительности, которое необходимо назвать, это ритм и движение. Так вот, ритм движения, мы сказали, что Эрминия, она является центром композиции, а в то же время она неразрывно связана со всей группой. Мы видим, что движение от руки Эрминии, которая отрезает волосы, продолжается в фигуре Вафрина, фигуры коней замыкают композицию, она становится такой центрической, и создается целостность общего впечатления. Это тоже очень важно для классицизма, потому что, конечно, для классицистической живописи композиция и рисунок – это основа. Кроме ритма движения, присутствует и ритм линии, который тоже подчинен этой задаче. Он плавный, мы видим, что линия четко очерчивает силуэты фигур и подчеркивает поразительность движения и жеста. В движение фигур передается весь смысл происходящей здесь драматической сцены. Движение, неразрывно соединенное с общей композицией картины, приобретает особую выразительность. Все движение, как мы видим, направлено от Эрминии к танкреду. Это шаг, взгляд, жесты. Отметим, что сам художник Пуссен называл движение языком тела, поэтому в этой картине нет ничего лишнего, все направлено к одной цели. Собранность, целеустремленность – это вот те качества, которые создают ощущение гармонии и ощущение красоты. Такое же ощущение создается и благодаря пейзажному фону. Мы видим далекое пространство равнины, нежные цветы, тонкое дерево на заднем плане. И выбор и сочетание различных элементов таким образом, он направлен на то, чтобы воздействовать на душу зрителя. То есть все средства выразительности, они ориентированы на раскрытие идейного замысла картины. Причем этот замысел, он лежит именно в плоскости классицистической эстетики. Скажем также, что картина отличается от других работ автора, потому что здесь главенствует лирическое начало. Тем не менее, уже ясно намечены черты зрелого классицизма – это ясность, строгость формы и разумный порядок построения. Для того, чтобы подытожить и включить данную картину именно в эволюцию развития искусства, вспомним высказывание известного отечественного искусствоведа Михаила Алпатова, который отмечал, что торжественность пейзажа, монументальность целого дают почувствовать, что перед нами не обыкновенные люди, не повседневная жизнь, но исключительная драма. Драма особой породы людей с высокими страстями и нравственной доблестью. Конечно, здесь Пуссен выступает как последовательный классицист, как подлинный классицист, который ищет в искусстве возвышенного и прекрасного. Но вся обстановка немного сказочная в своей необычности, а главное – вот эта сосредоточенность вокруг образа главной героини картины – Эрминии, которая воплощает в себе идеалы самоотверженной любви, все эти качества придают полотну Пуссена яркую эмоциональность, подлинность чувств. И мы ощущаем здесь не наглядный урок так называемой классицистической размеренности, но скорее свободный полет человеческих чувств. Ведь недаром Пуссен, этот признанный глава французского классицизма в живописи, почти всю жизнь прожил в Италии, погруженный в утопические мечты о прекрасном мире, где живет высокая человеческая страсть и подлинная ненаигранная героичность. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что данный курс в дальнейшем поможет вам еще более внимательно относиться к тем произведениям, которые вы встречаете не только на экзамене или на Олимпиаде, но и в вашей повседневной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok